Я снова всем привет сегодня речь пойдет не о бизнесе не о том как заработать денег на мясе на продаже покрышек на изготовление мебели или на перепродаже через marketplace и сегодня хотел бы рассказать вам о маленьком но очень полезном лайфхаки а именно о том где и как занять беспроцентно денег там вплоть до полугода очень часто я думаю не сможете со мной не согласиться возникают такие ситуации когда ну вот прям вилы нужны бабки вот кто-то попал в неприятную ситуацию у кого-то произошло там какая-то беда нужно взять денег а занять не у кого очень часто я думаю до более знакомой ситуации и звонишь одному второму третью ни у кого нету в ломбарде что-то нужно сдать это либо золото под залог машины космический процент сегодня реальная рабочая схема где взять денег без процентов взаймы сидя дома прямо на карту и это друзья не реклама я сегодня никого не буду рекламировать а конкретно поделюсь полезной информацией погнали ну как бы вам не помогли бы заемные средства не забывайте каждый долг рано или поздно нужно отдавать ну наверное многие из вас скажут что юра уже есть давно кредитные карты и там всегда можно занять денег да но на кредитной карте есть беспроцентный период но только при условиях оплаты товаров а когда вам нужны наличные деньги то тогда уже вы снимаете их во первых с процентами за снятие и во вторых сразу под какой-то годовой процент так вот сегодня я хочу вас научить друзья лайфхаку а именно как снять деньги с кредитной карты и не платить при этом проценты абсолютно с любой кредитной карты поехали чем отличаются кредитные карты повторю сегодня рекламы не буду делать никакую но у каждого банка есть свой льготный период у кого-то 365 дней у кого-то 111 у кого-то 120 и так далее то есть понятное дело что чем больше льготный период наверно тем выгоднее брать там деньги отдавать их как можно позже но наверняка из вас многих уже есть какие-то конкретные карты и может быть кому-то уже не одобряет новую кредитную карту и как работать с теми картами которая уже есть физически поехали первую очередь нам нужно зайти в наше приложение с вашей кредитной картой вот видите у меня сейчас на кредитной карте 10995 рублей и оплатить счет своего мобильного телефона нажимаем мобильная связь выбираем номер телефона на который вы хотите перевести себе свой номер мобильного телефона но в моем случае это мтс соответственно пользуемся мы приложением мтс давайте переведем 1000 рублей готова вот вы видите что переводится деньги пополняются баланс мобильного телефона без комиссии мы оплачиваем 1000 рублей все деньги у нас списались осталось 8995 рублей ну и что же в итоге мы видим что у нас на баланс поступило 1000 рублей то есть было у нас 30 рублей теперь 1000 рублей то есть мы завели деньги на наш счет мобильного телефона без процентов соответственно мы выбрали на карте оплатить услугу без процентов мы теперь с нее не будем платить сумму за снятие и не будем платить деньги проценты точнее в льготный период теперь нажимаем перевести деньги на карту вводим номер вашей личной карты именно вашей и вводим эту 1000 рублей пишет нам что не хватает денег давайте введем 980 рублей друзья значит смотрите минимальная комиссия уже за вывод денег с карты на точнее со счета мтс на карту составляет 30 рублей но если вы будете переводить сумму больше по моему 1000 рублей там уже будет становится 0 9 процента я сегодня переводил 10 тысяч рублей мне было 9 90 рублей комиссия то есть 0 9 процента ну грубо говоря к рублим что это один процент то есть от 3000 рублей а вот все правильно от 3000 рублей начинается один процент то есть эта комиссия будет составлять не менее 30 рублей то есть выгодно от 3000 рублей соответственно будет один процент все больше вы не платите никому и ничего все нажимаем перевести вводим код соответственно из смс и чудесным образом мы видим что деньги мы вывели но повторю с комиссия вот один процент от 3000 рублей для ролика я сделал это с 1000 рублей но я просто не знал что минимальная сумма 30 рублей я сегодня повторяю здесь с десятью тысячами рублями проводил данную операцию и у меня было 90 рублей с каждых 10 тысяч рублей друзья вот собственно и весь вся схема обмана нашим наша схема обмана банка как же снять деньги когда они очень экстренно нужны не хочется платить проценты с карты соответственно с кредитной карты и не платить проценты весь годный период и как мы увидели что некоторые банки позволяют не платить проценты целый год друзья ну во первых для этой схемы конечно же есть какие-то ограничения по моему 45 тысяч рублей на одну сим-карту то есть свыше 45 тысяч рублей в месяц если вы переводите там какой-то начинает взыматься огромный процент ну у меня например в семье 4 сим-карты то есть я могу по 45 тысяч это почти 200 тысяч вывести ну я не думаю что кому-то из вас может понадобиться экстренно денег намного больше чем например 50 или 100 тысяч рублей дай бог чтобы они вам экстренно никогда не понадобились но при том что такие ситуации возникают в том числе и у меня я решил поделиться этой информацией полезно этим лайфхаком вместе с вами и надеюсь искренне что банки не надают мне по заднице за эту информацию друзья на нашем канале максимально полезная информация максимально лайфхаков то как можно на чем-то заработать и то как на чем можно сэкономить я как обычно желаю всем крепкого сибирского обязательно оцените этот ролик пальцем вверх подпишитесь на канал если вы до сих пор не подписаны поделитесь этим роликом с друзьями это самое важное и всем пока